Всем привет! У нас был с вами такой затяжной перерыв. Я устроился на работу на полный день и никак не мог выстроить свой график, чтобы освободить немножко времени. Сегодня я у нас заболел, и поэтому я успеваю записать вам видео, ну и плюс я вроде научился распределять свое время разумно, так что продолжим. У нас сегодня начнется серия практическая по настройке IPTables и вообще по созданию такого пограничного прокси-сервера-файроу. У нас, как обычно, никаких откровений. Это такое занятие для начинающих пользователей. Те, кто пытаются настроить IPTables по Linux, по IPTables есть куча ресурсов в интернете, доступных. Даже на Википедии есть довольно подробная страница, где описано, что и как делать. Мы с вами так рассмотрим концепцию и будем выполнять базовые действия, чтобы вы могли понимать, с какой стороны к этому всему подходить, а потом, используя ресурсы, в интернете делать то, что вам нужно. Значит, мы с вами будем настраивать прокси-сервер на Linux. По сути, у нас прокси-сервер — это у нас будет такая машина, которая находится на границе двух сетей. Она будет выполнять у нас несколько ролей. Это защиту нашей локальной сети от чего бы это ни было снаружи. Ну и так как IPTables, в принципе, двусторонний, можем сказать, что наружную сеть будем защищать от своей внутренней. Кроме того, мы будем маршрутизировать трафик, который проходит через наш этот прокси-сервер, он же Firewall. Также мы на нем в дальнейшем настроим DNS-сервер для того, чтобы мы могли обращаться к машинам внутри сети по именам. И точно так же выходить в интернет, используя имена сайтов, а не IP-адреса. И последнее, что мы будем делать, это настроим прокси-сервер для того, чтобы у нас весь трафик интернетовский проходил через него. Но об этом мы по всем будем говорить уже, когда доберемся. Сейчас разберемся с основной нашей частью на сегодня. Мы будем говорить о NetFilter. NetFilter — это межсетевой экран, который встроен в ядро Linux, начиная с версии 2.4. То есть он присутствует у нас в Linux аж с 2001 года. Мы привыкли называть его IPTables, потому что IPTables — это та утилита, которая управляет этим Firewall. Помимо самой IPTables, видите, в состав NetFilter входит куча всего. Например, IP6Tables — это для управления протоколом IP-версии 6. И куча дополнительных механизмов. Опять же, можете об этом потом в интернете прочитать. Суть в том, что, зная IPTables, мы, в принципе, начнем управлять кучей различных Firewall. Потому что концепция IPTables, она, в принципе, есть практически везде. И куча Firewall используют именно вот эти вот понятия IPTables. То есть сам Goal IPTables мы часто настраиваем на Linux серверах. Но, например, у Ubuntu есть свой Uncomplicated Firewall, у FV, который то же самое IPTables, только с немножко другим интерфейсом, можно так сказать. У IPTables есть куча таких интересных ключевых понятий. Это таблицы, это цепочки, это правила. Мы сейчас просто поговорим о цепочках, чтобы вы понимали, как пакеты проходят через наш хост, который является межсетивым экраном. Значит, сам по себе межсетивой экран — это набор базовых цепочек и пользовательских цепочек. Цепочка — это набор правил. Каждый из этих правил содержит какое-то действие. И, соответственно, когда пакет проходит через цепочку, NetFilter проверяет соответствие пакета критериям и выполняет какое-то определенное действие. То есть самое интересное, в принципе, это правило, которое у нас есть. Но сейчас мы только с вами смотрим на слайд с цепочками. Если у нас есть какие-то входящие пакеты, они сначала попадают в цепочку PreRouting, то есть предварительная маршрутизация. Дальше, если эти пакеты были адресованы нашему хосту NetFilter, то есть нашей машине, на которой у нас установлены IPTables, то эти пакеты попадают в цепочку Input, то есть на вход этого IPTables. Если эти пакеты у нас предназначались куда-то в локальную сеть, или наоборот, если мы из локальной сети лезем наружу, то мы попадаем из PreRouting в цепочку Forward, то есть проходим насквозь через наш NetFilter. Соответственно, на выходе от хоста Firewall, если у нас есть пакеты, если мы работаем на самом хосте Firewall, на нашем Linux, который у нас пограничный сервер, если оттуда мы куда-то отправляем пакеты, они попадают прежде всего в цепочку Output. И цепочка Output, и цепочка Forward, из нее пакеты попадают в цепочку PostRouting, то есть Post такая маршрутизация, последняя маршрутизация. Сейчас это, возможно, тяжело воспринять, но когда мы с вами будем сейчас создавать правила на практике, мы быстро поймем, как эти цепочки работают, что в них находится и так далее. Это такая базовая картинка, чтобы вы понимали, как у нас проходят пакеты. Еще раз подчеркну, обычно, если мы настраиваем с вами керри или какие-нибудь еще другие Firewall, у нас четко определена локальная сеть, у нас четко определена внешняя сеть, внутренняя сетевая карточка. Внешняя сетевая карточка мы указываем конкретно из локалки наружу, из интернета вовнутрь и так далее. IP Tables, самому голому, если мы руками ему ничего не определим, все равно, в принципе. И если у нас пакеты идут из локалки наружу или снаружи в нашу локалку, они все равно, прежде всего, попадают в цепочку PreRouting, то есть предварительная маршрутизация для всех входящих пакетов. Кому будет непонятно, задавайте вопросы в комментах, но я думаю, вы справитесь. Тяжело разговаривать с заложенным носом, но ладно, разберемся. Значит, для того, чтобы вы понимали, с чем мы работаем, я покажу вам машину виртуубоксовую, в которой у нас будет собой представлять наш пограничный Firewall. Вот эта машина UBS-RW, смотрю ее настройки. Единственное, что вам сейчас нужно понимать, что у нее включены две сетевые карточки. Первая сетевая карточка, в ней включена настройка сетевой мост. То есть она мостом пробрасывается в мою реальную сетевую карточку, вот в эту вот беспроводную, и получит IP-шник от моего маршрутизатора, и, соответственно, у нее, у этой машины через эту карточку, через этот сетевой мост, будет приходить интернет. Вторая сетевая карточка, она просто подключена к внутренней сети, внутри виртуубокса, это будет локалка. То есть у нас две карточки, одна внешняя для этой машины, другая внутренняя для этой машины. Я к этой машине буду подключаться как будто извне, потому что я нахожусь в реальной сети. На своем маршрутизаторе я сейчас запущу эту машину и подключусь к ней на вот эту сетевую карточку через путь. Мы не будем сейчас выполнять много действий на первом уроке, для начала мы просто установим все необходимые нам пакеты. Для этого нам нужно запустить утилиту apt и сказать ей, чтобы она установила пакеты bint9. Это в дальнейшем будет наш DNS-сервер. Мы сейчас просто сразу скачаем все эти пакеты, потому что когда у нас будет 200-вые карточки, нам нужно будет настроить маршрутизацию трафика. Сейчас это рано, поэтому мы сейчас ставим bint, и мы ставим прокси-сервер-squid. То есть мы это будем использовать совершенно не скоро, но скачаем заранее сейчас. Готово. Теперь посмотрим настройки нашей сетевой карточки утилита interface-config. Показывает, что у меня есть одна сетевая карточка. Вот через эту сетевую карточку я сейчас как бы подключен к интернету. Это та карточка, которая находится в режиме сетевой мост. И мне нужно еще настроить вторую сетевую карточку, которая у нас будет с вами смотреть в локальную сеть. Для этого мне нужно редактором открыть файл. Мы уже его открывали. etc.network.interfaces. И в этом файле у меня указано то, что вот да, у меня есть следующие интерфейсы. Это петлевой интерфейс loopback, вот он, auto.lo. И моя внутренняя сетевая карточка. Второй сетевой карточки здесь даже нет, несмотря на то, что я ее включил в виртулбоксе. Я ее добавил в виртулбокс уже после того, как Ubuntu была установлена. Я могу посмотреть название нужной сетевой карточки, например, командой IP-Link. Она покажет мне то, что да, есть петлевой интерфейс, есть моя сетевая карточка EMP0s3, которая у меня в состоянии Up. И есть у меня карточка EMP0s8, которая у меня в состоянии Down. Именно ее мне нужно включить. То есть мне нужно сейчас вот эти вот настройки для EMP0s8 вписать в файл EMP0s8.network.interfaces. Впишу вручную, поэтапно, чтобы у нас как раз были видны все мои настройки, которые я туда добавляю. Я точно так же пишу Auto, то есть сетевая карточка будет запускаться при старте операционной системы. Дальше я указываю настройки интерфейса. Наверху, видите, у меня настройки, получается, через DHCP. Здесь я пишу то, что для сетевой карточки EMP0s8. Адрес у меня будет статический. Статик. Адрес у меня будет следующий. Я люблю, когда адрес 192.168.0.10 у маршрутизатора в нашей тестовой среде. И маска. NetMask. Соответственно, 24 бита. 255.255. 255.0. Шлюз не указываем. Мы с вами уже возились в рамках LPI. Если у нас на двух сетевых карточках указан шлюз, это неправильно. Ну, или если все-таки по каким-то причинам мы используем два шлюза на одной машине, нам нужно выставлять еще и метрику. То есть в локальной сети мы сейчас шлюз не указали, и нас это устраивает. Сохраняю файл escape.zz, две большие буквы z, и перезапускаю службу сети. Sudo, Service, Networking, Restart. Перезапустил службу сети, и теперь настройками команды ifconfig посмотрю, что у меня получилось. Давно мы с вами уроки не записывали. И в конфиг. И вижу то, что у меня есть ENP0S3, и есть у меня ENP0S8. То есть обе сетевые карточки у меня появились. На данном этапе у нас вся подготовка виртуальной машины закончилась. В следующем видео будем начинать работать с IP-тейп. Подводим короткий итог. У нас есть базовый firewall NetFilter, который входит в комплект любого ядра Linux с 2001 года. И все остальные в Linux, какие есть firewall, они опираются на этот firewall. Управляем этим firewall при помощи утилиты IP-тейплс. Мы сейчас с вами подготовили машину, которая у нас будет таким пограничным сервером. Одна сетевая карточка смотрит в локальную сеть, другая сетевая карточка смотрит в интернет. И через эту машину будет проходить у нас весь трафик между локальной сетью и интернетом. В следующем уроке продолжим настраивать эту машину.